Здравствуйте, ребята! Я, дядя Володя, Лёва и Ушастик, снова приветствуют вас в нашей телевизионной студии, в нашей телевизионной школе, на уроке по русскому языку. Я думаю, что тот, кто ходит в школу, уже знает алфавит. А тот, кто еще в школу, может быть, не ходит, тот все равно играет или играл в кубики и помнит эту игру, когда на кубике изображен какой-то предмет или какое-то животное, и написана буква, на которую этот предмет или это животное начинается. Вот давайте перед началом нашего урока вспомним, что такое русский алфавит и что такое кубики с изображенными на них буквами. Вот сейчас нам покажут это. Во-первых, русский алфавит. Я думаю, вы его знаете. Ну, по крайней мере, и Лёва, и Ушастик хорошо знают русский алфавит. И давайте посмотрим теперь, вот если вы играли в кубики, то вот так мог выглядеть какой-нибудь кубик с картинкой на букву Б. Это бык, например. Вот таким образом. Когда-то, когда вы были маленькими, вы начинали по таким кубикам, с такими игрушками постепенно учить алфавит. И потом начинали учиться читать по-русски. Ну, а мы с вами сегодня поговорим о том, что такое буквы и звуки, одно это и то же или нет, чем они друг от друга отличаются. Итак, давайте с вами еще раз посмотрим, какова тема нашего сегодняшнего урока. Напомню, что наш курс мы назвали «Русский язык для всех». Уроки русского языка мы предлагаем вашему вниманию. И тема сегодняшнего урока – звуки и буквы. Я не случайно выбрал эту тему для нашего сегодняшнего урока, потому что вчера вечером Лёва, когда делал домашнее задание, никак не мог объяснить ушастику, чем различаются между собой звуки и буквы. Правда? Так и было. Да, вот было. Ну, ничего стыдного в этом нет. То, что ушастик чего-то не знает. Лёва ему может объяснить, если он это понимает. Ну, а если ни Лёва, ни ушастик, ни вы еще пока что не разобрались в том, чем отличаются звуки от букв, то наши телевизионные уроки в этом вам и помогут. Основная проблема, из-за которой возник вчера вечером спор, когда Лёва и ушастик делали уроки, они никак не могли прийти к согласию. Вот мы буквы произносим или мы звуки произносим. Вот они меня вчера об этом спросили, и я действительно понял, что это действительно сложно, это действительно проблема, над которой нам с вами нужно будет поразмышлять. Вот давайте с вами сейчас посмотрим на серию слайдов. Они нам с вами помогут разобраться в этой ситуации. Итак, первое. В устной речи слова состоят из звуков. Ну, а что такое устная речь, чем она отличается от письменной, об этом мы с вами говорили на прошлом уроке. Итак, в устной речи слова состоят из звуков. А вот в письменной речи слова состоят из букв. То есть, звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и читаем. Давайте еще раз внимательно посмотрим на экран и запомним. Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы с вами пишем и читаем. Я думаю, теперь понятно. Вот Лёва говорит, что ему понятно, а Ушастик, судя по глазам, не очень хорошо понял. Ну, давайте еще раз вот Лёва нам поможет повторить, о чем мы только что с вами говорили. Вот Лёва правильно понял. В устной речи слова состоят из звуков. А в письменной речи, говорит Лёва Ушастику, слова состоят из букв. Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы с вами пишем и читаем. Вот это Лёва еще раз все объяснил Ушастику. И Ушастик, как мне кажется, правильно теперь понял, что на письме звуки обозначаются буквами. Да, это правильно. Сейчас мы на экране увидим следующий слайд слова ДОМ. Хорошо нам известное слово. Ну, давайте посмотрим, какие там есть звуки. Вот, оказывается, три звука Д, О и М. А если мы пишем, тогда мы используем эти три буквы, которые вы также видите на слайде. Ну вот, Ушастик кивает мне и всем своим видом дает понять, что он, наконец, понял. И вот он мне сказал, что даже видел в книжке правильно, Ушастик правильно сопоставил вот то, что сейчас прозвучало, эту информацию с алфавитом. Не-не-не, не надо ссориться. Вот здесь какая-то ссора начинается между Ушастиком и Лёвой. Ага, я понял, что они обсуждают. Вот Лёва считает, что есть азбука, а не алфавит. А Ушастик говорит, что есть алфавит, а нет азбуки. Ну, ссориться мы с вами не будем. Я думаю, ребята уже знают, что такое алфавит, что такое азбука. И почему это так называется. Так что ссориться здесь нет причины, потому что слова алфавит и азбука обозначают одно и то же. Дело в том, что слово алфавит составлено из названия двух греческих букв, греческого алфавита, альфы и виты. А азбука – это слово, составленное из названий двух славянских букв, из славянского алфавита. Эти буквы в славянском алфавите назывались аз и буки. Вот давайте нам сейчас на экране и покажут, что такое греческий алфавит. Вот, греческий алфавит. Его использовали в античном мире, древние греки, для того, чтобы писать. Первые две буквы греческого алфавита – альфа и – это, собственно, и дали название для этой совокупности, этой серии букв – алфавит. Это греческий алфавит был, я думаю, понятно теперь уж астепу, да, откуда происходит название алфавит. Ну, а в нашей славянской культуре у нас был тоже свой способ обозначения на письме, звучащей речи, за счет букв у нас была, у славян была азбука. Вот давайте сейчас посмотрим фрагмент славянской азбуки и сравним. Конечно, греческие буквы, славянские буквы, они в чем-то сходны, потому что история так сложилась в нашей с вами славянской цивилизации, славянской культуры, очень тесно соприкасалась с греческой историей и греческой культурой. Первые две буквы, греческие буквы, название мы с вами видим – альфа и бета или вита. А славянские буквы имели два варианта написания. Была так называемая кириллица и глаголица. Название букв вы, ребята, видите в правой колонке – аз и буки. Итак, из-за того, что первые две буквы славянского алфавита назывались аз и буки, у нас прижилось иное название для серии букв азбука. Давайте на следующем слайде посмотрим, как в красивом написании выглядела славянская азбука. Ну, понятно, мы говорим все время и в случае алфавита греческого, и в случае славянской азбуки о том, что буквы расположены по определенной схеме, в определенной системе, по порядку. То есть в алфавите, в азбуке, помимо всего прочего, каждая буква имеет свое место и свое название. Вот как мы видели на слайде, на фрагменте греческого и славянского алфавита и азбуки. Теперь, я думаю, и Лёва, и Ушастик, и вы, ребята, разобрались в том, что представляет собой порядок букв. Итак, этот порядок букв называется или алфавит из греческой традиции, либо азбука в нашей славянской традиции. И они обозначают, по сути, одно и то же. Эти два слова обозначают одно и то же. Это серия букв, расположенные по порядку. И каждая буква, напомню, имеет свое место определенное и свое название. Мы с вами сегодня на уроке, напомню, разобрались с тем, что представляют собой звуки и буквы, и что представляют собой слова алфавит и азбука, что за этими словами кроется. Давайте теперь, вот я думаю, что и Лёва, и Ушастик, тоже им будет интересно, повторим еще раз. Итак, что такое звуки и что такое буквы? Итак, в устной речи слова состоят из звуков, в письменной речи слова состоят из букв. Звуки мы произносим и слышим, а слова мы с вами пишем и читаем. Вот, буквы мы с вами пишем и читаем. А если речь идет об устной речи, то звуки мы произносим и слышим. Ну и, наконец, слова алфавит и азбука обозначают одно и то же. Это серия букв, расположенных по порядку. Каждая буква имеет свое место и свое название. Так что вот причины для ссоры между Львенком и Ушастиком, как вы видите, не было. На этом наша очередная встреча подошла к концу. И я, дядя Володя, Львенок, Лева и Зайчик-Ушастик прощаются с вами. Мы говорим вам до свидания, до следующего урока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова